Ищи бледную кровь, дабы преодолеть охоту. Каждая игра серии Souls начинается с цели. Убить архидемонов, позвонить в колокола пробуждения, найти короля. И все же достижение цели не заканчивало историей, не давало ответов, но ставило нас на верный путь. И именно в пути мы находили ответы. Бладборн не исключение. И мы ищем бледную кровь. Кровослужение – это искусство использования крови в лечебных целях. Во времена до событий игры, церковь исцеления стала очень могущественной, благодаря целебным свойствам особенной целебной крови. Каким-то образом они создали или же нашли способ излечить любую болезнь. И, как и ожидалось, в Ярнам начали стягиваться путники со всех концов света, дабы излечить свои болезни. Гилберт – один из тех путников. Он упоминает, что его болезнь была неизлечима, но особая кровь подарила ему время. И даже нам самим вводят кровь Ярнама во вступительном ролике. Многие источники гласят, что и у нас была неизлечимая болезнь. Кровь стала предметом поклонения и желания, а в центре всего этого была церковь. В описании смеси едкой крови говорится, что в Ярнаме производят больше крови, чем алкоголя, поскольку она опьяняет сильнее. И какое-то время все было в порядке. У церкви было время, чтобы обрести еще больше могущества, а у крови Ярнама было время, чтобы обрести репутацию. Но затем стало ясно, что кровь была испорчена. Согласно артбуку, исцеляющая кровь положила начало кошмару под названием «Бич-зверя». И люди, зараженные кровью, начали обращаться. Руки стали вытягиваться, шерсть росла, а жажда крови усиливалась. И когда мы пребываем в Ярнам, понимаем, что людей осталось очень мало. На улицах стоят гробы, и становится ясно, что смерть стала обычной частью местного обихода. Церковь стала неистово собирать силы, чтобы побороть звериную напасть. Изучив охотничий лагерь в Ярнаме, мы узнаем о клирике по имени Людвиг, первом охотнике церкви исцеления. Людвиг набирал людей Ярнама для службы охотниками. Эта одежда охотника была создана для новичков, но обычный человек в этой форме не имеет ни малейшего шанса против зверей. Однако влияние Людвига заметно по всему городу. Охота, организованная им, ведется каждую ночь. Пламенем и сталью жители Ярнама боролись со звериной напастью. После случившейся в Ярнаме трагедии, пламя стало главным орудием в звериной охоте, очищая нечестивых, как полагалось. Некоторые виды зверей имеют необычный страх перед огнем. Коктейль молотова – одно из старейших орудий в арсенале охотника. Иногда, поджигая зверей, охотников переполняла эйфория очищения. Однако, все попытки Людвига собрать людей Ярнама имели и обратный эффект. Участников охоты переполнял страх и жажда крови. И, по иронии судьбы, их превращение в зверей таким образом было только ускорено. Разные люди обратились в разных зверей. А большинство жителей города обратились лишь наполовину, патрулируя город в нескончаемой охоте. Здоровые ярнамцы прячутся по домам и, как вы уже, возможно, заметили, с непониманием относятся к глупцам, шныряющим по улицам в разгаре ночной охоты. Мы пробиваемся через улицы в надежде найти проход в восточный Ярнам и на этот великий мост, ведущий в собор. Людвиг был первым из множества охотников церкви, многими из которых были церковники. И, конечно же, церковники обратились в самых опасных зверей. Церковное чудовище прыгает к нам с территории собора, и мы бьемся с тем, во что превратился первый охотник церкви – Людвиг. Возможно, это означает, что чем ближе человек к церкви, чем больше веры у него в деяния церкви, тем более чудовищным он становится. Стоит закрепить в голове эту мысль, прежде чем мы продолжим. После убийства церковного чудовища вы можете заполучить медальон старшего охотника – предмет, принадлежавший капитану охотника в церкви давным-давно. Он открывает одни из главных ворот церкви, которые закрывались за Людвигом всякий раз, когда он выходил на охоту. Врата затем откроются лишь при наличии медальона старшего охотника. Но с тех самых пор, как Людвиг обратился, врата были закрыты. И все же, Людвиг пожертвовал своей человечностью, чтобы вести охоту, однако жители видели лишь то, что их бросили. В этой заметке сказано, что после начала охоты церковь нас оставила, перекрыв великий мост, ведущий к собору, в то же время сжигая оставшуюся часть Ярнама. Когда мы подходим к мосту, он, конечно же, все еще перекрыт, и нам приходится искать другой путь к собору. На пути через канализацию мы встречаем Эйлин, ветерана-охотника, которая сообщает, что сегодняшняя охота – одна из худших на ее памяти. Вы замечаете, что она стоит рядом с лампой, чье наполнение отпугивает зверей. Обычно такие лампы вы найдете у домов здоровых, уже опытных ернамцев. Место, где вы видите лампу, безопасно от зверей. А люди, чьи дома находятся подле таких ламп, могут почувствовать себя защищенными. В дальнейшем мы встретим еще одну лампу, которая оберегает маленькую девочку от опасности. Ее отец – человек по имени Гаскойн, ушедший на охоту и так и не вернувшийся. Мы находим его здесь, в конце канализации, у гробницы Идена, собирающем кровь зверей. Гаскойн – отличный пример человека, потерявшего разум на охоте. Он забыл свое дитя, убил свою жену, и не стоит забывать, что служители церкви становятся опаснейшими чудовищами. Потрепанный шарф отца Гаскойна некогда был святым символом церкви. Отец – это титул, который носят священнослужители из других стран, но в церкви исцеления, с которой пути Гаскойна, видимо, разошлись, такого титула не было. Одеяние Гаскойна похоже на плащ охотника, созданного в мастерской, только испорченное и пропитанное звериной сущностью. Так почему же Гаскойн покинул церковь? Была ли причиной его семья? Или же несогласие с новыми учениями церкви? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова